Диггеры, исследователи, историки, краеведы и археологи открыли и расчистили первую одесскую каменоломню. Она расположена в глубине двора на улице Бунина. Долгие годы подземный лабиринт был закрыт и завален мусором. По землю спустилась и наша съемочная группа, и уже все подробности может рассказать Юлия Федорова. Непримечательный одесский дворик на улице Бунина. Здесь, среди дверей, ведущих в сарай и гаражи местных жителей, есть одна, та, за которой открывается целый подземный туннель. Это одна из самых первых исторических шахт, выработок катакомб Одессы, датируемая начало 19 века. Несколько десятилетий каменоломня была завалена мусором. За расчистку исторического места взялись одесские исследователи-активисты. Прокладывать проход пришлось долго. За несколько дней из-под земли вынесли сотни мешков с мусором. У нас много беспризонных людей, которые находили здесь приют, здесь тепло, в отличие от зимы. И вы не видели горы мусора, и там вот это складирование всего, что там было до этого. Старинная каменоломня расположена под малоэтажной застройкой на глубине 10-15 метров. Это старейшая из известных в Одессе катакомб. На нее оформлены документы, как уникальная подземная история Одессы национального уровня. Внутри абсолютная тишина и повышенная влажность. Здесь, в замкнутом помещении, в отсутствии света и в сырости, резко нарушается восприятие пространства и времени. Есть такой термин – сенсорная депривация. Это отсутствие раздражителей для наших органов чувств. Потому что наши рецепторы сейчас очень хорошо повышают свою чувствительность. Вы когда выйдете, вы обнаружите, что у вас просто шум городского транспорта просто будет бить по ушам. В этом лабиринте прятались и контрабандисты, и бездомные различные криминальные группировки. О находках, которые пролежали в завалах под землей больше 200 лет, смотрите в субботу. В итоговом выпуске новостей в 8 часов вечера. Юлия Федорова, Никита Кричко, 7 канал.